История сети I2P берет свое начало в 2003 году, в связи с чем обросла слухами, домыслами и статьями об уязвимостях, часть из которых уже не актуальна. Перед началом основного повествования обозначим решенные проблемы, упоминания которых вы можете встретить до сих пор. Пусть они вас не смущают. Байка номер один. I2P плохо масштабируется и при большом приросте узлов сеть будет парализована, так как справочные узлы, флутфилы, не справятся с потоком информации. Дескать, I2P работает только пока не популярно, а стоит общей нагрузки вырасти, сеть ляжет. На самом деле количество флутфилов растет вместе с сетью, а для обращения к определенному скрытому сервису все флутфилы вовсе не требуются. Каждый скрытый сервис публикует свой полный адрес, называемый листсетом, на двух флутфилах, ближайших по DHT. При получении публикуемого листсета, каждый из двух флутфилов дублирует информацию трем другим флутфилам, являющимися наиболее близкими в логическом смысле. Итого, листсет публикуется не менее чем на четырех практически случайных роутерах, к которым и происходит обращение при поиске адреса конкретного сайта или другого скрытого ресурса. Короче говоря, сеть является распределенной, и ресурсы для обработки листсетов растут вместе с общим количеством узлов. Со времени зарождения байки о плохой масштабируемости I2P сеть многократно выросла и до сих пор остается функциональной без каких-либо намеков на перегрузку флутфилов. Также стоит добавить, что осуществляется переход на новое шифрование, призванное снизить нагрузку на флутфилы. Байка номер два. Роутер, на котором располагается конкретный скрытый сервис, можно определить по ключу шифрования роутера в листсете скрытого ресурса. Модель строится на том, что луковичное шифрование, используемое в туннелях, не является достаточным, и в первую очередь к сообщению применяется сквозное шифрование ключом роутера, который должен расшифровать сообщение и передать его локальной конечной точке. Подразумевается, что ключи у скрытых сервисов уникальные, а у роутера один-единственный, и, имея идентификатор этого ключа, можно отслеживать все туннели пользователя. На самом деле эта угроза была ликвидирована на ранних стадиях разработки I2P. Современный листсет содержит ключ шифрования, никак не связанный с роутером. Для каждого скрытого сервиса используется уникальный ключ, поэтому сопоставление ключей от листсетов различных скрытых сервисов одного администратора не дает почвы для предположений, что они находятся на одном роутере. Байка номер три. Туннели I2P можно перехватить. Под перехватом подразумевается не дешифровка трафика, а выявление хозяина туннеля. Для атаки требуется максимально возможное количество роутеров с хорошим оптаймом для постоянного их участия в транзитных туннелях. Суть атаки заключается в ожидании момента, когда туннель жертвы будет в большей части или целиком состоять из злонамеренных роутеров. Транзитные узлы ничего не знают об общем количестве роутеров в цепочке, однако длина туннелей по умолчанию составляет три хопа. Если допустить, что три роутера, подконтрольных злоумышленнику, сообщаются между собой в рамках одного туннеля, он может с большой вероятностью предположить, что конечное звено известной цепочки является хозяином туннеля. В случае перехвата исходящего туннеля пользователя, злоумышленник может узнать, куда пользователь обращается, если по нереальному везению в этот момент ему будет известен лиссет, содержащий в себе данные входного туннеля скрытого ресурса, которые совпадают с теми, куда прямо сейчас передается информация. На самом деле эта атака практически неосуществима в настоящий момент, когда количество узлов в сети составляет многие десятки тысяч. При каком бы то ни было перехвате туннеля, нельзя с полной уверенностью сказать, что узел, предполагаемый как владелец туннеля, не является всего лишь еще одним транзитным роутером. Также подобная атака не может называться нацеленной, а скорее случайной, непредсказуемой, наивной и очень затратной. Шанс хоть какого-то успешного исполнения всегда остается ничтожно малым. Самым простым способом борьбы с A2P является блокировка ресит-серверов, к одному из которых происходит обращение за начальным рисунком сети при первом запуске роутера. Ресит представляет из себя архив с некоторым количеством файлов роутер-инфо. По сути, пакет с информацией о случайных роутерах, через которые строятся первые пользовательские туннели и начинается автоматическое расширение локальной базы сети. Все ресит-серверы держат энтузиасты, а сами адреса реситов имеются в общем доступе. Обращение к ним происходит по доменным именам и на известные IP-адреса, поэтому собрать все в список и централизованно заблокировать – задача не из сложных. Однако затруднить первый запуск вовсе не означает заблокировать работу сети A2P. На случай блокировки поддерживается использование прокси при обращении к ресиду, что с легкостью позволяет обойти ограничения локального провайдера. Помимо этого, любой роутер может быть запущен с уже имеющейся базой сети, например, взятой с другого A2P роутера. Новым шагом в борьбе с возможной блокировкой является использование дополнительных зашифрованных каналов связи. В настоящее время таким инструментом является Yggdrasil Network, который служит не только для обращения к ресиду, но и для полноценного использования сети A2P. Для стороннего наблюдателя активность Yggdrasil сравнима с подключением через VPN. На момент выхода видео работа A2P через Yggdrasil и прокси реализованы только в A2PD, что является дополнительным аргументом против морально устаревшего роутера на языке программирования Java. Второй сценарий манипуляций с ресидом. Попытка перехвата архива с роутерами по пути до пользователя, чтобы повредить или подменить. От этого защищает протокол HTTPS, а также криптографическая подпись. Сертификаты держателей ресид-серверов, то есть их криптографические удостоверения, распространяются в комплекте с A2P роутером. После получения стартового пакета роутер проверяет его подпись. Если подпись соответствует сертификату, можно быть уверенным, что ресид не был подменен. Держатели ресидеров – обычные пользователи, энтузиасты. Они не проходят какую-либо проверку и чаще всего остаются инкогнито. Актуальность ресид-серверов регулярно проверяется сообществом, и в случае нарушения работоспособности в ближайшем релизе A2P роутера сервер убирается из списка. Атака Сивилы и атака затмения похожи друг на друга. Их смысл заключается в наводнении сети узлами подконтрольными злоумышленнику, которые будут работать ради одной цели – держать пользователей в песочнице. Изолирующие роутеры не сообщают информацию об обычных узлах, чтобы пользователь не вышел из блокады. Это позволяет мониторить список ресурсов, которые атакуемый пользователь размещает на своем роутере, а также список тех, которые он посещает. В случае успешной атаки все туннели пользователя состоят из узлов подконтрольных злоумышленнику, так же как и доступные флутфилы. Основное отличие атаки Сивилы от затмения заключается в том, что модель Сивилы не направлена на заранее известного пользователя, а затмение, наоборот, подразумевает изоляцию изначально известной цели. В любом случае, названные модели атак подразумевают использование модифицированных I2P роутеров и высокую грамотность атакующего. Отойдя от обобщенной теории, разберем возможность осуществления этих угроз. Атаку затмения на практике можно считать нереализуемой. Это связано с системой ресидов, которые защищены от перехвата. В случае, когда роутер производит первый старт со скопированной базой сети, то есть, по сути дела, со стартовым пакетом не от общеизвестного ресида, а от другого I2P роутера, будем полагать, что источник априори надежный. Логично заключим, что стартовый пакет из недоверенного источника использовать не следует. Если допустить, что злоумышленник выступит в роли энтузиаста и разместит общеизвестный ресид-сервер, надо особо отметить, что в I2P роутере используются несколько независимых ресидеров, один из которых выбирается случайным образом. Это делает вероятность таргетированной атаки крайне малой, из-за чего теряется смысл попытки ее осуществления. Атака Сивиллы, нацеленная на мониторинг сети в общем, кажется более подходящей для только что описанной модели со злонамеренным ресидом. Но при подробном рассмотрении окажется, что профит фальшивого ресида не окупит средства, затраченные на его организацию. Во-первых, необходимо иметь большие мощности, чтобы ввести в сеть максимально возможное количество подконтрольных узлов. Во-вторых, нужно разработать программное обеспечение, которое будет гибко объединять в одну базу данных информацию, собираемую с подконтрольных узлов. В-третьих, атака, направленная на анализ, подразумевает большую длительность, которой не получится, так как злонамеренный ресид будет скоро выявлен сообществом. Самый очевидный признак такой атаки – неувеличивающиеся или слишком малое количество известных роутеров, которые отображаются в веб-консоли. В параноидальном случае следует удалить всю локальную базу роутера, которая хранится в папке netdb, и перезапустить роутер, что спровоцирует новое обращение к случайному ресиду. Если у вас достаточно оснований полагать, что какой-то ресид скомпрометирован, обязательно сообщите об этом сообществу разработчиков. На момент выхода видео не было зарегистрировано ни одной попытки подобной атаки. Последняя модель атаки весьма сложная, но критически опасная в случае успешного исполнения. Проблема обнародована ведущим разработчикам i2pd и в роутере на C++ отсутствует, однако в Java роутере долгое время не исправляется. Модель позволяет определить факт нахождения двух и более конечных точек на одном роутере, то есть фактически определить, что несколько анонимных сущностей физически расположены на одном компьютере. Суть атаки заключается в том, что все листсеты в Java роутере хранятся в одном месте. В рамках атаки осуществляется полноценное обращение к некоторой конечной точке, в англоязычной терминологии destination, которая отвечает и сохраняет листсет атакующего. Затем происходит обращение к другой конечной точке, однако листсет для ответа не сообщается, и ответа по логике быть не должно. Если ответ приходит, атакующий с уверенностью заключает, что ответившая конечная точка, которой не был отправлен листсет для ответа, находится на том же роутере, где и первый ресурс, которому был дан листсет. В i2pd проблема решена просто и изящно. Для каждой конечной точки создается отдельное хранилище листсетов, к которому не могут обратиться другие скрытые сервисы, расположенные на роутере. При детальном рассмотрении часто упоминаемых угроз оказалось, что уязвимости в i2pd гораздо меньше, чем об этом любят говорить псевдоэксперты. Поддерживайте свободные проекты, сообщайте о багах и недочетах. Свободное ПО — это когда без финансирования и чаще всего без рекламы, но на совесть. Не забывайте, что вы человек, и смс при регистрации — это не норма.